МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эвакуировать людей из кинотеатра начала администрация заведения после того, как сработала пожарная сигнализация. Вечером, в выходной день, в развлекательном комплексе было очень много посетителей. Во всех трех кинозалах шли сеансы. Сработала пожарная охранная сигнализация. Сигнализация сработала? Вовремя сработала? Сработало вовремя, оперативно все. Все нормально, да? А и людей, как посетители, эвакуировали? Сразу же через все служебные входы-выходы. Администрация, да? И администрация, директора, все полностью организовали. Организация, да. К приезду пожарных уже всех вывели? Да, уже всех сразу же. Все были на улице. Все на улице. А горелла, получается, внутри, да, я так понимаю? Горелла-крыша. Спасатели разделились на две группы. Одни при помощи автолестницы сразу подали ствол на крышу. Другие, газодымозащитное звено, проверяли задымленное помещение на наличие людей и возможных очагов возгорания внутри здания. Погибших, пострадавших нет. Вывели самостоятельно, эвакуировано порядка 210 человек. Это 180, значит, были люди, которые находились непосредственно в здании и 30 персонал. Площадь загорания порядка 50 квадратных метров. Горит утеплитель в вентиляционной шахты. На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло чуть более часа. Причин возгорания может быть много. Замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и даже умышленный поджог. Последнее слово, как обычно, будет за экспертами. А неподалеку от кинотеатра «Восход» экипаж вневедомственной охраны задержал нетрезвого водителя, который врезался в фонарный столб. 39-летний хабаровчанин не отрицал, что сел за руль пьяным и даже объяснил, зачем. От магазина к дому. А в магазин зачем ездить? С сигаретами. А пешком? Ну, пьяным, знаете, иногда бывает тут. Просто хочется за сигаретами съездить. Вот съездил с сигаретами. Двигался Ниссан Отте со стороны улицы Краснореченской. По всей видимости, на скользкой дороге иномарку занесло вправо. Снежный бруствер, в который врезался Ниссан, сыграл роль трамплина. Машина взмыла вверх и, пролетев метров пять, приземлилась аккурат в столб. Подобный полет удивил даже самого шофера. Причину таких фантастических способностей автоинспекторы выяснили на месте. Водительских прав хабаровчанин никогда не получал. Машина принадлежит его супруге. Результат экспресс-теста также был вполне предсказуем. Аппарат выявил легкую степень опьянения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова